Город Ош – центральный стадион. Его трибуны на встрече с исполняющим обязанности главы государства, которая продлилась несколько часов, были заполнены полностью. Садыр Джапаров выразил свою позицию относительно предстоящих 10 января выборах, на которых намерен баллотироваться в президенты Кыргызстана, перед этим сложив с себя полномочия исполняющего обязанности главы государства. При этом он подчеркнул, что не допустит использования админресурса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Встреча продолжилась в формате вопрос-ответ. Местные жители говорили о социально-экономических проблемах области коррупции и ситуации в стране. Молодой предприниматель из Карасу, например, рассказал, что в течение года подвергался преследованиям со стороны местных властей. Хотел построить цех по переработке шерсти и кожи, но местные власти не дают это сделать. Уже год приходится бегать по судам, хотя состава преступления нет. Я хочу сказать о коррупции на таможне. Чтобы пропустили груз, необходимо обязательно давать взятку. В противном случае груз не оформляют. Садыр Джапаров поручил соответствующим госорганам принять меры для проведения судебно-правовой реформы и поддержки предпринимательства. Чтобы подобных случаев больше не было, будет создана специальная комиссия, а набор сотрудников отныне будет прозрачный. У нас много прогрессивной молодежи, они конкурентоспособны. Как вы намерены проводить молодежную политику в нашей стране? Решение насущных проблем в регионах в центре внимания деятельности правительства. Садыр Джапаров также заявил, что для него воля народа превыше всего. Выборы президента и депутатов Джогор Кукиниша должны пройтись строго в соответствии с Конституцией. «Была затронута и наиболее актуальная тема – конституционная реформа, а также партийная система. В настоящее время эксперты и специалисты работают в этом направлении. Без поддержки народа референдума не будет. Предложения каждого гражданина будут учтены», – сказал Джапаров. «Онин-Сусян, а все – конверты и наиболее актуальные качества» «Сerveя в результате давления, они используют их общественные качества. Судебно-правовая реформа, поддержка малого и среднего бизнеса, строительство соцобъектов, борьба с коррупцией – эти и другие проблемы были подняты местными жителями на встречу. Продолжая рабочие поездки по регионам страны, исполняющий обязанности президента, премьер-министр отправился в Джалабадскую область. Аяна Дюшикеева, Исин Турабыкеев, Аллату, 24.